Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшипшара. Президент Абхазии Аслан Бжаня отбыл в Российскую Федерацию для проведения планового медицинского обследования в одной из российских клиник. Глава государства планирует вернуться на родину 7 марта. Об этом сообщает пресс-служба президента. В Москве состоялась рабочая встреча министров иностранных дел Абхазии и России Даураковой и Сергея Лаврова, в рамках которой был подписан межведомственный план консультации на 2021-2022 годы. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня. Главы внешнеполитических ведомств предметно обсудили текущее состояние Абхазо-российских межгосударственных отношений, а также перспективы их развития на ближайшее будущее. В ходе встречи Сергей Лавров отметил, что подписанный план консультации позволит эффективно взаимодействовать, дополняя те связи, которые сложились между Министерствами Российской Федерации и Республики Абхазия. В свою очередь, Даурковый выразил надежду на то, что данная встреча придаст дополнительный импульс укреплению стратегического Абхазо-российского межгосударственного партнерства. Видеозапись встречи министров иностранных дел Абхазии и России смотрите в рубрике «Амшукшара Яцу» после выпуска новостей. Вопросы подготовки к очередному 52-му раунду дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье обсуждались в МИДе Абхазии на встрече с сопредставителями международных женевских дискуссий от ООН, ЕС и ОБСЕ. На повестке дня по-прежнему самой важной темой остается документ о международных гарантиях неприменения силы. Подробности в репортаже Эсмагуланзе. Обменявшись словами приветствия с председателями женевских дискуссий, замминистра иностранных дел республики Ирак Летужба рассказал о ситуации в Абхазии, в частности в Галском районе. Должен отметить, что ситуация у нас оставалась спокойной, стабильной. Нами не было зафиксировано каких-либо серьезных инцидентов за прошедшее время. Конечно, у нас были, продолжились попытки незаконного пересечения государственной границы, но все они пресекались и все решалось в правовом русле, все эти проблемы. Ирак Летужба подчеркнул, что наиболее важным вопросом для абхазской стороны остается согласование документа о международных гарантиях неприменения силы. Долгие годы из-за крайне деструктивной позиции одного из участников процесса, в частности Грузии, мы фактически топчемся на месте и не видим каких-либо ощутимых сдвигов и результатов в этом направлении. Тем не менее, мы сохраняем оптимизм, мы продолжаем участвовать в женевских дискуссиях, несмотря на то, что, скажу вам откровенно, в нашем обществе уже бытует такое некое разочарование этим процессом, так как люди не видят каких-либо конкретных результатов, особенно в политической плоскости. Но, повторюсь, мы намерены продолжать эту работу, так как женевский формат является единственным для нас международно признанным форматом, в котором абхазская сторона принимает свое участие наравне с другими крупными игроками. При этом замминистра обратил особое внимание на продолжающийся процесс милитаризации Грузии, в частности, модернизации ее вооруженных сил. Все эти процессы происходят при прямой поддержке стран Евросоюза и Соединенных Штатов. Это вызывает, конечно, у нас большое разочарование. Со своей стороны, мы вынуждены адекватно реагировать на все эти угрозы собственной безопасности. Единственный способ, который у нас есть, мы будем продолжать наращивать свое военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией, так как это наш стратегический партнер и гарант безопасности нашей республики. Недавние события в Нагорном Карабахе продемонстрировали нам всем, что наш регион все-таки остается достаточно взрывоопасным, и события могут быть достаточно непредсказуемы. В свою очередь, специальный представитель Евросоюза по вопросам Южного Кавказа Тойвуклар подчеркнул значимость предстоящих дискуссий и выразил надежду на проведение конструктивных обсуждений. Эта самая пандемия, которая повлияла на международные женевские дискуссии в значительной степени, сейчас все-таки сокращается в масштабах и позволит нам вернуться к регулярной и привычной нам манере функционирования самих дискуссий. Евросоюз был очень рад, что нам удалось профинансировать ряд проектов Организации Объединенных Наций, которые были здесь осуществлены, которые были направлены на борьбу с COVID-19. Нам действительно очень важно обсуждать весь спектр вопросов и все сферы, относящиеся к повестке дня международных женевских дискуссий, которые, конечно же, включают вопросы, связанные с безопасностью и гуманитарные вопросы. Международные женевские дискуссии проводятся с 2008 года и являются единственной площадкой для диалога представителей Абхазии и Южной Осетии с Грузией. Очередной 52-й раунд дискуссий состоится 24 и 25 марта. 3 марта премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин отмечает юбилей. С 55-летием главу российского правительства поздравил президент Абхазии Аслан Бжаня. Высокий профессионализм, стратегическое мышление, глубокое погружение в проблематику и решительность «Снискали вам авторитет государственного деятеля, умеющего эффективно принимать самые сложные вызовы», говорится в поздравительном адресе. Аслан Бжаня выразил Михаилу Мишустину и правительству России благодарность за неоценимую и своевременную помощь, оказанную нашей стране в тяжелый период пандемии коронавирусной инфекции. «Убежден, что с вашей помощью Абхазо-российское сотрудничество будет активно развиваться по всем направлениям», отметил президент. Более недели в республике шли проверки воинских частей и подразделений оборонного ведомства страны. На завершающем этапе министр обороны Владимир Ануа посетил комендантскую роту генерального штаба, а также учебный центр Исухумское высшее общевойсковое командное училище. Подводя итоги проверок, Владимир Ану отметил высокий уровень подготовки военнослужащих абхазской армии. Министр также отметил, что продолжается сотрудничество между оборонными ведомствами Абхазии и России. По его словам, в марте из Генштаба Минобороны России в Сухом приедут высокопоставленные офицеры для обсуждения плана дальнейших совместных действий, направленных на укрепление боеготовности вооруженных сил двух стран. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 228 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 47 из них. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 34 человека. Шесть пациентов в тяжелом состоянии. В Сухомской инфекционной больнице 12 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. В Ачимчирской ЦРБ – 4, в Скуачалской ЦРБ – 3, в Гагрской ЦРБ – 10. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12 908 человек. Зарегистрировано 202 летальных случая. Выздоровели 12 387 человек. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. На 86-м году жизни в Москве скончалась заслуженный врач Абхазской АССР, кавалер ордена Ахт-Запша третьей степени Ирма Акертава. В разные годы Ирма Николаевна была депутатом Верховного Совета Абхазии, членом комиссии народного контроля. Работала в АГУ на кафедре военной медицины. Неоднократно участвовала в переговорах с представителями Грузии в 1992 году. Во время Отечественной войны народа Абхазии она осталась в Сухуми, так как в больнице были пациенты Абхазы, за которыми надо было ухаживать и лечить. В сентябре 1992 года, после того, как грузинские гвардейцы, разорив ее и ограбив ее дом, оставили повестку с приказом явиться в штаб, сумела вылететь в Москву. На следующий день после победы вернулась в Сухуми и начала работать главврачом инфекционной больницы. Возглавляла медицинский колледж. В 1998 году назначена председателем комиссии при президенте Абхазии по вопросам реабилитации жертв политических репрессий. В Сухумском государственном колледже открылись краткосрочные курсы по электроделу. Это стало возможным при поддержке программы ЕС, ПРООН по улучшению профессионального технического образования в колледжах Абхазии. Репортаж Шазин Наханагу. Учащиеся Сухумского лице-интерната стали первыми, кто принял участие в краткосрочных курсах по электроделу. Уже почти два десятилетия во всем мире, а с некоторых пор и в Абхазии работают над решением сложных энергетических проблем. Один из важных элементов проекта – подготовка квалифицированных кадров, способных работать с современными технологиями. Краткосрочные курсы программы Европейского Союза и ООН по улучшению среднепрофессионального образования в Абхазии поддерживают тренинги по новым образовательным методам и технологиям в секторе обучения энергетики. Сейчас наметились три основных компонента решения энергетической проблемы, которые можно использовать, в том числе реализуя программу в Абхазском Сухумском государственном колледже. Первое – это знания, знания, которые позволяют эффективно работать с существующими технологиями, эффективно отрабатывать существующие возможности, чтобы они были наиболее эффективно задействованы. Второе – обновление технологической линейки, то есть поставка нового оборудования, поставка инновационного оборудования, развитие финансовых рычагов для того, чтобы решать энергетические проблемы. Опять-таки, для этого нужны глубокие знания области энергетики. И третье направление – это же, конечно, освоение новых технологий. Это солнечные панели, это энергия ветра, это энергия малых электростанций, которые можно поставить и на море, и на реках. На первые краткосрочные курсы по электроделу было решено пригласить в виде эксперимента учащихся Сухумского лица-интерната, чтобы по окончании школы они получили сертификат второго разряда для допуска к электричеству. Дети, которые закончат интернат, получат этот разряд, получат этот сертификат, уже с самого начала будут иметь возможность найти себя, реализовать на рынке труда, найти работу, причем имеют право работать на электрических линиях, на ремонте электрических установок, и уже могут зарабатывать, и могут уже двигаться по жизни. Как отметила директор Сухумского лица-интерната Лариса Кабба, и всегда хотелось, чтобы ученики, оканчивая интернат, получали дополнительное образование, которое могло бы помочь им реализовать себя в дальнейшем. Я хотела очень, в плане тоже было открыть автодело, например, чтобы дети могли бы после школы работать, сразу имея уже какое-то специальное, чтобы они умели что-то делать. Перед тем, как сюда прийти месяц до карантина, у нас была лекция, с детьми поговорили, что здесь будет, что они будут, чему научат их, и дети с удовольствием написали заявление, что они хотят поучиться эти два месяца, получить специальность. Даниилу Думава 15 лет. Он, как и его друзья, впервые принимает участие в тренингах, направленных на улучшение среднепрофессионального образования в Абхазии. Дали нам в нашей школе такую возможность, чтобы мы поучаствовали в этом. У каждого класса спрашивали, меня заинтересовали эти лекции, я решил посетить их. Краткосрочные курсы по электроделу проводятся два раза в неделю по два часа каждое занятие. В ходе обучения студенты приобретают необходимые знания и навыки. В процессе нашего обучения всегда мы смотрели на студентов, смотрели, как они развиваются и хотят ли они получить то, что мы даем. Если у них желание совпадает с нашим откликом, с тем, что мы даем, если они учатся и хотят этих знаний, то мы на них обращаем внимание, и эти ребята никогда не остаются невостребованными. В конце обучения студентов ждет экзамен в присутствии сотрудника энергонадзора. Прошедшие обучение и успешно сдавшие экзамен получают удостоверение электромонтажника со второй группой безопасности, которая позволит им работать с электричеством. Подведены итоги первого этапа конкурса на лучшие проекты памятников второму президенту Сергею Багаб в Сухуме и Ачимчире. Всего на рассмотрение государственной монументальной комиссии были представлены 10 работ. 9 из них по благоустройству площади и установке памятников в столице и одна на проект памятника в Ачимчире. Решением комиссии проект памятника Сергею Багаб в Ачимчире отклонен. В связи с этим будет объявлен новый конкурс. Во второй этап конкурса прошли три проекта по благоустройству площади имени Сергея Багаб и установке памятника в Сухуме. Но и эти проекты будут дорабатываться авторами. И уже во втором туре комиссия определит победителя. Безусловно, члены комиссии определили, что все три работы – это проект под номером 2, проект под номером 3 и проект под номером 9. Вот определены три лучших, на взгляд, членов комиссии проекта, которые будут уже дорабатываться. И уже во втором туре будет определена в ближайшее время дата заседания государственной комиссии, где из этих трех проектов будет уже выбран один проект. Есть ряд работ, по-настоящему замечательных работ, но при этом не была предусмотрена скульптура. И был проект по благоустройству площади, но без четкого описания скульптуры, памятника. При этом были проекты, на наш взгляд, достойного уровня. Сами скульптуры проекты, но без ориентирования на благоустройство. При этом нам будут сделаны рекомендации участникам конкурса, чтобы во втором туре они доработали свои проекты с учетом и проекта лучшего памятника, и благоустройства. В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии при поддержке Министерства культуры открылась выставка «Женский портрет». В экспозиции более 50 работ, созданных абхазскими художниками за последние 100 лет. Этими красочными картинами, на которых изображены женские образы прошлого и нынешнего столетия, в ближайшие несколько недель сможет полюбоваться каждый ценитель искусства. В экспозиции более 50 портретов, созданных художниками за последние 100 лет. Одна из картин, привлекшая внимание многих посетителей, – Полина. Это работа молодого художника, репатрианта из Сирии, Житкара Сандро. Это у меня просто знакомая. Вообще я ее писал, типа хотел попробовать, просто техника поталь, с задним фоном. И просто она подошла, ну она знакомая для меня, и просто фото, мне казалось, что подойдет, и попробовал. Я люблю сам портреты писать, но, конечно, я сейчас учусь, я на третьем курсе. Житкар Сандро – студент Абхазского государственного университета по специальности ИЗО. Живет в Абхазии уже 8 лет. Серьезно заниматься живописью стал именно здесь. Папа тоже сам художник. Возил меня на занятие. Ну как бы в салоне время. А так, ну, на третьем, ну, три года уже серьезно рисую. Типа, и учусь, и рисую. На выставке «Женский портрет» присутствовали и сами героини современных картин. Один из художников от Гурпилия изобразил свою сестру. Автор – мой брат от Гурпилия. На портрете я изображена. Расскажите, пожалуйста, смог ли он вас изобразить, смог ли он передать характер? Ну, в принципе, да. Женский портрет – один из самых старинных и востребованных жанров мирового искусства. В образах современец художники каждый раз находят тайну, загадочность и индивидуальность. Стараются создать своеобразные композиции, совмещая цветовые решения и манеру, чтобы суметь передать характер женского образа на холсте. За каждым из этих портретов – история. И, по мнению посетителей, авторам удалось передать ее. И характер каждой героини. Выставка исключительная. Она отражает характеры женские. Понимаете, очень понравилось, что не просто похожесть, а глубина образа. И настолько понравились и детские портреты, и более возрастных женщин. Совершенно очаровательные женщины среднего возраста. Вот именно чувствуется их внутренняя жизнь. И она очень хорошо передана художникам. Хочется отметить талант художников, которые здесь свои работы выставили. Им понравилась керамическая чашечка. Творчество художников тоже прекрасно. Прекрасные женские лица. Многих, наверное, уже нет. Ежегодно Союз художников Абхазии проводит различные выставки. Однако в этом году кураторы мероприятия решили отойти от традиционной подачи материала и объединить все картины общей тематикой. Этой весной экспозицию решили посвятить именно женским портретам. Женский образ, женский портрет – это тема исследования, вечная тема в искусстве. И нам было интересно посмотреть, как будут в одном выставочном пространстве работать, сосуществовать работы разных художников разных поколений. Вы видите, здесь представлены и работы Александра Шервашидзе, написанные в 20-е годы прошлого века, 40-е годы портрет Фишковой, работы Марии Нейшба. У нас есть такая, она уникальна тем, что мы практически наблюдаем такую, ну не то чтобы эволюцию, да, а мы видим, какие на каждом этапе были не только изменения в каком-то таком вот эталоне женской красоты, да, но какие изменения были в жизни, какие были важные исторические события. Это первая выставка в Центральном выставочном зале после смягчения ограничительных мер. Посетить экспозицию может каждый желающий. Выставка в Центральном выставочном зале продлится до 25 марта. В Питсунде, в здании местного дома культуры, в торжественной обстановке открыли новый хореографический репетиционный зал. Это стало возможным благодаря поддержке программы развития ООН и местной администрации. Стоимость проекта составила порядка 1 миллиона рублей. Народным танцам здесь обучаются воспитанники детской хореографической студии Питсунда. Событие стало знаменателем для всех жителей города. Теперь их дети будут заниматься любимым делом в комфортных условиях. Хочу поздравить жителей города Питсунда с открытием танцевально-хореографического зала. Хочу выразить слова благодарности совместно программе Европейского союза ПРООН за поддержку. Считаю, что одна из задач администрации для развития молодого поколения. Мы обязаны сегодня возрождать танцевальные залы, дома культуры, спортивные залы. Я вообще считаю, что вкладывая в развитие молодого поколения, мы вкладываем в фундамент. Для нас, горожан, это по-настоящему очень полезное событие. Это и по вопросам воспитания будущего поколения, в первую очередь. Потому что мы не можем детям дать чувство патриотизма, если они у нас ходят по улице, сидят на лавочках и проводят время. А когда есть вот такие залы, где есть основа патриотизма, народного танца, народного духа, вот тогда будет результат, который нам покажет это в будущем. Я большое спасибо хочу сказать от лица всех. В первую очередь нашей администрации, главе, замам, которые в наше непростое и очень тяжелое время нашли такие средства, чтобы этот зал сегодня появился, чтобы этот зал начал трудиться. И мы, со своей стороны, хотим приложить тоже так же максимум усилий, чтобы он работал в полной мере, в полном объеме. Культурно-благотворительный фонд «Ашана» открывает сбор средств на лечение полуторагодаловалой болины Матосян со страшным диагнозом гидроцефалия. Малышке необходимо провести срочное хирургическое лечение. Стоимость операции в детском городском многопрофильном клиническом центре высоких медицинских технологий в Санкт-Петербурге составляет 223 тысячи рублей. Подробности в репортаже Сарии Кварасхели. Маленькой голубоглазой Полине Матосян всего полтора года. А переносит она совсем не детские страдания. С первых дней жизни малышка ведет борьбу со страшной болезнью под названием гидроцефалия. Это скопление лишней спинномозговой жидкости в желудочках внутри головного мозга. Патология развития головного мозга у девочки была выявлена в возрасте двух с половиной месяцев. Уже тогда был отмечен ускоренный рост головы. Впервые семья Матосяна обратилась за помощью в конце 2019 года. Тогда фонд оперативно отреагировал и направил малышку на обследование в Краевую детскую клиническую больницу города Краснодар. Тогда и был поставлен основной диагноз гидроцефалий и сопутствующие диагнозы. Однако необходимости в оперативном лечении тогда не было. Но по мере роста и развития девочки состояние ее стало ухудшаться, размеры диаметра головы стали увеличиваться. В настоящее время девочка находится в плохом состоянии. Состояние ее тяжелое. В чем оно заключается? Она практически ночью не спит, она задыхается, тошнота, невыносимые боли у ребенка и судорожные состояния. Помимо всего этого малышка отстает в развитии. Она не может самостоятельно держать голову. Большую часть времени она проводит на руках мамы, либо на кровати. Маленькая Полина уже находится в детском многопрофильном медицинском центре Санкт-Петербурга и ждет нашей с вами помощи. Обследование сделали. Надо ставить шун. Прошу о вас помощи. Помогите. Кто как может. Спасибо за вашу помощь. Внимание. Шунтирование в области головного мозга является единственным способом предотвратить летальный исход. Оперативное вмешательство даст высокие результаты и позволит спасти маленькую жизнь. А главное, операция повышает шансы на выздоровление и дальнейшее развитие Полины. Такому ребенку необходимо провести до обследования проведение вентрикулярной пункции под наркозом с измерением ночного давления. Если ребенку операцию не провести, то у него будет продолжаться прогрессирующий рост окружности головы и может наступить, возможно, даже летальный исход. Стоимость операции Полины в детском городском многопрофильном клиническом центре высоких медицинских технологий в Санкт-Петербурге – 223 200 рублей. Сумма для семьи Мотосян неподъемная. У них нет возможности самостоятельно оплатить лечение доченьки. Прощаюсь ко всем, кто смотрит этот репортаж, ко всем, кто читает новости на сайте фонда, на страницах фонда в социальных сетях. Не проходить мимо беды семьи Мотосян, оказать посильную помощь. Даже рубль – это много, когда нас много. Даже одно, отправленное вами смс-сообщение, может стать ключевым в сборе необходимой суммы. Самый легкий и доступный способ помочь Полине Мотосян – отправить смс со словом «Добро» на короткий номер 5050. О других способах пожертвования можно узнать на официальном сайте КБФ Ошана. Сария Кварацхеля, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Сухумский водоканал сообщает, что в связи с подключением нового водопровода по улице Джонуа, 4 марта с полуночи до 23 часов будет прекращена подача воды во всех районах столицы, кроме турбазы. И завершение выпуска о погоде. По сообщению синоптиков, в четверг, 4 марта в Абхазии ожидается переменная облачность. В первой половине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью – минус 2, плюс 2, днем – плюс 1, плюс 6 градусов. Температура морской воды – плюс 10 градусов. На этом информационный выпуск «Амшимшара» подошел к концу. Всего хорошего. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok